Друзья, мы в Валете. Приехали в Валету из Черкевы, и наш номер будет в центре Валеты. Мы находимся. Четыре дня. Значит, сегодня у нас вторник, а в субботу утром мы уезжаем. Сейчас у нас происходит осмотр гостиницы. Ну, вон, лестница открыта, значит, можно подняться. Как ты говоришь, если есть нора, значит, там кто-то есть. Ну, все, здесь площадка. Итак, друзья, вот она, Валетта. Мы чуть-чуть на окраине. Собор, церковь. Так, мы там были. Мы вообще везде были уже. Да, мы на самом верху. У нас вот бассейн, где надо непременно искупаться. Вон больница, в которой мы проезжали. Так, там у нас форт Мануэль, в котором мы не были, и куда доступа нету. Он за заливом на той стороне. Окей. Прогнали нас, да? Там была табличка. Где? Так, друзья, значит, сейчас мы обосновались в гостинице, и пойдем осматривать старый город. Ну, точнее, время к обеду. Наверное, надо начать с этого. Все, пошли вниз. Мы не сфоткались с тобой? Ну, ладно, там пейзажа не очень. Так, мы вышли из гостиницы, идем на центральную улицу Валетта, которая идет от фонтана Тритон до самого мыса. Точнее, там музей войны. И на самый мыс не зайти. Как тут вообще машины ездят под таким уклоном? Да. Да. Если мы сейчас не едимся, то мы можем еще раз скушать. Да. Я, может быть, сегодня не смогла заснуть, потому что я кушать не буду. Это скорее всего. Очущение, что я встану, сейчас разведу этот супчик как-то съемлю и пойду спать. Рестораны, рестораны. И шапка 5,50 стоит. Какая-то 50? Шапки по 5,50 евро. Ну, правда, солнца нету, так что можно и без шапки. Нет, я думаю, что если мы говорим о каких-то сувенирах, допустим. А-а-а. Да. То есть, вот, ну, самые дешевенькие какие-то сувениры. Понятно. Только у нас есть все. Не, не нам. А если делать акцию, например, что-то работаете, где там смахты, там типа описание, заказывай, ты получишь сувенирчики. Это будем в скини продавать в сумке за 2,50. Ну, сумка-то недорогая, конечно. Так, друзья, вот центральная улица Валетты. Вот там городские ворота, как бы под наклоном символически. И вот эта вот дорога, проспект главный, идет самый-самый конец. Мы здесь уже гуляли, гуляли, много все нагулено. Слева будет музей археологии. Очень интересный, очень интересный. Мы были в музее археологии. Там еще натуральная, эта толстая женщина продается. Ой, выставлена. Это небольшая была, да? Она маленькая же очень была. Валетта отличается от ГОЗа своим масштабом. То есть суть та же. Узкие улочки, домики. Но здесь более так жизнерадостно. Магазины, туристы. Где-то справа была гелатерия, где мы покупали мороженое с тобой в первую поездку. Вот гелатерия, Тиффани. А вот она, смотри, я прям как почувствовал. А, нет, Анечка, там была гелатерия, такая как в длину. Она так в длину была. Макдональдсы. Кстати, да, 4 года прошло, могло что-то измениться. Вот Национальный музей археологии Мальты. Очень интересное место, очень желательно посетить. Это Банков Валюта. Да, Бов. Да, это республика, как раз сейчас идет. Сувениры книжные. Кстати, у нас нету книжки на русском языке про Мальту. Нету? У нас нету. У нас, точнее, как бы никакой книжки про Мальту нету. И тут я не вижу ничего. Так, ну, идем дальше. В Испании, кстати, или в Италии мы покупали книжки на русском языке. Палермо. Вот она, вот она. А Марина? Ты хочешь, мне холодно? Нет, я не хочу. Я к тому, что вот она осталась на своем старом месте. А, улица Републики. Смотри, телефонная будка. Кстати, раньше я ее здесь не видел. Ну, давай тебя снимаешь? Да. Ну, давай, где я тут? Вот это и позволь. Так, здесь мы покупали сувениры с тобой. Вход, вход, вот ты про эту церковь, да? Это собор, да. Очередь за углом всегда. Вот там, друзья, центральный вход или Иоанн, вроде бы, церковь называется. Собор, собор уже. А, вход в него находится сбоку. Здесь у меня видео было, как Катюшу играли, вроде бы, на русском языке. Да. Гелатерия. Так. А здесь тоже, кстати, есть интересные моменты. Вход в храм вот там расположен. И смотри, там действительно нету людей сегодня. Вот. Второе, так, памятник папе, телефонные будки красные. Сдам памятник женщине, которая боролась с мафией на Мальте и которую взорвали сколько-то лет назад. Вот там вот, вон она. Так, ну что, попробуем попасть в храм? Пошли. А, святого Джона Иоанна в кафедральный собор. Так, друзья, посмотрим, разрешать ли там снимать. Вроде бы, было доступно. Раньше. со звуком, может быть, нельзя. Так, друзья, мы продолжаем по валете. Посетили церковь Иоанна и обошли валету с, это получается, с севера. Вот. За нами открывается вид, там музей, военный, военный музей, он закрыт, он работает, рано закрывается. Это вход в гавань, в главный залив. А вот форт Рикассоли, где мы были на съемочной площадке. Вот императорский дворец спиной как раз стоит. Потом видно амфитеатр. ой, и трамвайчик поехал. Вот, а сейчас мы подходим к верхним садам бараки. Не знаю, что означает. И поднимемся к колоколу. Если я не ошибаюсь, этот колокол был связан со Второй мировой войной. Мемориал посвященный осаде Второй мировой войны. Как мы узнали в Виктории Нагоза, Мальта была под осадой вроде бы около двух лет. И здесь, причем не первый раз, у Мальты постоянные осады за счет того, что она остров была. так, сады бараки не там. в памяти тех кто погиб в этом конфликте так друзья тут у нас колокол диаметром около двух метров валетта форт эльмо форт рикосоли калькара биргу биргу она же витариоза там мы были в прошлом разе тут как будто вот человек лежит вот тут вот так друзья идем дальше в сады барака верхние мы не попали потому что снизу нету лестницы туда и видимо мы их посетим ближайшие дни или бы не посетим потому что мы там уже были сейчас мы обходим балету по часовой стрелке спускаемся на бережной возможно нас там ждет еда мы зашли в валете на фудкорт но на фудкорте все дело уже сворачивалась 4 часа дня поэтому лавочки закрывались и мы пока идем голодные вот там мы были до склады видишь это склады то есть сюда привозили еду рыбу а может и другие продукты морем и раскладывали склады на хранение замки висят на выглядит как заброшенная министерство environment окружающей среды и энергии видите как город укреплен тут 20 метровые стены не заберешься вон там наверху смотровая площадка и туда лифт идет мы однажды на этом лифте поднимались только я забыл как назывались там сады у них тоже какие-то какое-то название так ну мы уже приблизились под стены верхних садов церковь с мальтийскими крестами видите какая стена оборонительная анечка я помню что мы по лестнице вот здесь поднимались и на лифте кстати да когда на лифте тогда было темно так теоретически за этим туннелем должен начаться ватер фронт смотри в виктория гейт ворота валетту виктория так пешеходный переход на той стороне как бы пошли пропускают так сейчас скажу лишь эти сады прошли мы где-то здесь а вот мы по-мальтийски только написано мы перед туннелем вот перед этой стеной вот начинается ватер фронт а вот тут лифт вот лифт а по лестнице смотри если подниматься по лестнице которая через виктория гейт идет то мы вот как раз к церкви николаевых и илана выходим прямо в центр мы с тобой вот так вот вообще вот 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 так все обошли всего лет до ты идут с этой стороны у нас есть у нас есть камушек от я не помню чего остался у нас камушек есть один у меня можно от валета отломать камень тоже валета и так разрушается последние 500 лет вот смотри теперь направо лифт он называется барака лифт и стоит он 1 евро но нам туда не надо сегодня сейчас нам на ту сторону надо вот лифт барака бесплатно вниз платная вверх за стоимость 1 евро человек избавляется наверное 20 минут резкой лестнице вверх вот еще немножко вперед и начнется ватер фронт набережная с ресторанами и старбаксом ну вот друзья мы на ватер фронте давай садись садись сейчас стоп стоп чуть-чуть лучше обширь заметьте людей нету может быть то есть нас не покормили валете потому что было поздно а тут не покормят потому что рано внутри наверху на футкорте касситала остерия касситалия да нет наверное он вещь работает музыку заиграет хардрок и старбакс был рядом вон он старбакс вон он он собственно да вон он но мы друзья принципе за часа полтора обошли половину валет и правую у нас осталось еще левая половина валет и стоянка не знаю наверно задней стороны дай сейчас пойдем и кто-нибудь к нам придет скажет что вы пришли